Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Пиракуа. Добрый день. Основательница методики вокальной йоги. Это очень круто. Подробно поговорим. И, конечно, Драгослав. Мы очень рады. Драгослав сегодня переводчик, но в жизни, конечно, супруг прекрасный супруг. Тоже мой муж. Муж, да. Здравствуйте. Очень рады. Спасибо огромное. Наша встреча, друзья, происходит в канун концерта. Завтра, 15 ноября, в Кропус-Сити-Холл, в 8 вечера, состоится концерт Пиракуа, который называется «Вдыхая любовь». Надо сказать, что Пиракуа, в общем, в России далеко не первый раз. И не только в Москве. Я побывала уже во многих городах и с концертами, и с мастер-классами. Но завтрашний концерт, я знаю, что он особенный. Вот чем он особенен, конечно, хочу попросить рассказать нашу гостю. Это особенный концерт для меня, потому что это концерт с симфоническим оркестром. Да, у меня будут специальные гости на этом концерте. Она говорит, мы сейчас не скажем, у нас там будут сюрпризы, мы хотим оставить. У нас, да, у нас есть специальные такие гостевые там появления. Да, у меня также со мной поднимутся на сцену две очень красивых девушки, они будут танцевать специальные такие танцы в стиле Трайбл Фьюжн. Яна Кремушкина и Агапия, но мы опять же тоже. Детали все раскрывать не будем. А что касается гостей, я видела приглашение в интернете, и здесь Перкуа говорит, я хочу, чтобы пришли и женщины, и мужчины. Ну, поскольку многие знают все-таки, что Перкуа больше для женщин, исполняет женскую музыку, раскрывает женский внутренний мир, то на завтрашнем концерте все могут парами присутствовать, правильно понимаю? Да, конечно. Наоборот, если вы придете парой, мне кажется, счастье вам будет потом еще больше. Союз однозначно крутится. Да, я вам сейчас покажу, как сидят люди в паре, вот если сидит мужчина с женщиной, они пришли на концерт, я где-то там пою, мужчина сидит тут, девушка сидит там, вот так мы сидим, такие, смотри, ну что там, покажи нам, красавица, с чем ты пришли, удиви нас. Потом они так слегка берутся за руки, это где-то уже к середине, а в конце они такие. И он ее на руках уносит уже. Не все, видимо, на руках уносят, но да. Перкуа исполняет, я знаю, что часто на вопросы, в каком стиле вы поете, она отвечает, невозможно определить одним словом, потому что там 10 разных стилей, это только как минимум. Это очень женская смесь жанров, действительно, я пою примерно в 10 разных жанрах, одинаково комфортно себя чувствую, но в любом случае, жанры для меня это как инструмент выражения той женской энергии, которая есть. То есть завтра на концерте, это будут преимущественно песни, написанные Перкуа, или услышим что-то, не знаю, может быть мантры какие-то? Она говорит, я автор и композитор всех своих песен, и практически все, что я исполню завтра, все мое, но будет одна древняя мантра, которая... Она говорит, будет мантра Ом и Гайетри, причем это такая древняя версия Гайетри, которая на Западе не очень известна. Но это вот такое небольшое, я решила сделать, ответвление такой древности. Это все-таки будет больше концерт, да. В чем отличие принципиальное от мастер-классов, которые Перкуа проводит? Она говорит, концерт, это достаточно сильно отличающееся пространство от семинара. В любом случае, люди наполнятся, их сердца, их души наполнятся вибрациями моего голоса и вот той женственности, которую я не создал. Она говорит, я исполню это, поскольку в отличие от семинара, это песни, которые во многих стилях звучат, да. Будут песни, которые такие chill out, и джаз, и блюз, и поп-сол, и будет мистическая такая, этническая будет нотка там, будет нотка индийской классической. Думаю, такая очень богатая палитра музыкальная, подходящая ко всем вместе. И в то же самое время на одной или на двух песнях я попрошу зрительный зал подключиться, со мной исполнить, попеть, вместе со мной подышать, вместе со мной, чтобы мы сонастроились, чтобы все пространство было единым. Да, не то, что я пою для вас, или вы слушаете. Я очень люблю то, что русские люди, они очень открытые, они всегда подключаются, они всегда подключаются к тому, что я делаю. Ой, особенно, что касается песни, это да. Да, они любят петь, они любят участвовать в процессе, и для меня это очень ценно, поэтому я не чувствую, что я какая-то там звезда или где-то на сцене. Мне кажется, что мы все пришли вместе, чтобы побыть в этом очень мощном и красивом пространстве, наполниться любовью. Прекрасно. Надо дышаться любовью. А, естественно, семинары, это немножко другое пространство, это где мы уже пришли поработать на какие-то конкретные темы. Да, естественно, на семинары оркестр симфонический я не приглашаю. У нас, говорят, на семинарах это больше такой оркестр из женских голосов, потому что бывает и 300 женщин, и больше приходят в такое пространство, где мы работаем. Поэтому очень глубокий, такой первородный звук, он поднимается из женщин, он помогает им вычистить эмоциональные боли, травмы. Мы делаем дыхательные упражнения, чтобы раскрылось наше тело, наша чувственность, чтобы мы вот из ментального мира, такого мужской логики вышли и почувствовали связь со своей женской, да, с женской природой. И чтобы какие-то травмы, которые мы носили в себе, они оставляли нас. Получается, что завтра, значит, особо мы не сможем научиться этой самой методике вокальной йоги. Тогда я буду просить сегодня, пирогуа, хотя бы немножечко. На самом деле, завтра, если уж тогда уж мы раз заговорили, придется мне раскрыть пару секретов, покажу я там небольшую пару практик, которые позволят людям музыкой и звуком насладиться больше. То есть это как бы, когда вот чувственность вашего тела раскрывается, и музыка становится объемной. Вот такие секреты я покажу. Я хочу совсем немножечко, коротко рассказать о жизни Прико, потому что она очень яркая, на мой взгляд, удивительная, и на самом деле, ну, может быть, даже и достойна подражания для многих. Есть большой секрет. Вроде завтра она подписывает контракт с издательским домом Эксмо на издание книжки о своей жизни. Вот, наконец-то, наконец-то мы сможем уже из первых уст узнать все, что называется. Это прекрасная новость. Но все-таки коротенечко для наших зрителей, да, слушателей, потому что мало ли кто-то вдруг не знает. Значит, Прико, известная джазовая певица, да, которая в свое время достигла, так понимаю, в Австралии успех. В этом вокальном деле в 23 года уже слава, уже популярность, но внутреннего счастья нет, как гласит легенда и многие интервью. Океан, девушка выходит к нему, плачет, просит, обращается к матери земле, к океану, к ветру, просит помочь как-то найти, обрести себя. И появляется человек, некий шаман, который, в общем, забирает с собой Пиракуа и начинает обучать ее древним практикам. Это правда, но он не просто забрал ее, он увез ее из Австралии в США, в горную пустыню, где она прожила 11 лет. Да, это все верно. Заметьте, да, Слава даже не переводит это. Да. И дальше 11 лет существования там, полностью заново перерождение самого себя. Вот что в эти 11 лет происходило? Она говорит, я переродилась как женщина, я думаю, что моя прошлая личина, если мы так можем сказать, или самоидентификация, она полностью умерла и растворилась. Вот весь мой эгоизм городской жительницы, он там и остался. Я стала известной, в общем-то, такой женщиной-шаманом, или как у нее, они называют такая женщиной-медицины, как-то такой, женщиной-шаманом, можно так сказать, да. В какой-то момент у меня была такая жизнь, поэтому я стала других людей обучать, проводить много церемоний коренных американских индейцев, то есть я была прям полноценным таким членом племени, если так можно сказать. Я проводила церемонии, которые помогали людям найти, в чем их видение в жизни, в чем смысл их жизни, в чем их таланты. Иногда это были целебные церемонии, которые помогали людям излечиться от каких-то болезней, поэтому говорят, что мой голос там способен исцелять, но я не Минздрав, я вот туда не иду, вот, оставляю докторам. Вот, и потом это стало как бы началом зарождения, на самом деле, моего нового стиля, который интегрировал в себя и все предыдущее, и все новое, что я собрала потом. Дело в том, что на горной пустыне в США не закончился мой путь, я потом была в Индии. Конечно, шесть лет там. Да, шесть лет я провела в Индии. Это было продолжение обучения? Да, поскольку... Она говорит, что индийская музыка, она очень развитая система, вот эта ведическая, она очень развита. И потом я, вот шесть лет я изучала и почувствовала, что это позволяет мне интегрировать как бы вот такую этнику с совершенно современным звучанием, основанным на том, может быть, джазовом образовании, которое у меня было. Поэтому эти знания позволяют мне писать очень современные песни, и одновременно эти современные песни, как бы они звучат необычно. Да, то есть мы узнаем жанр, мы узнаем блюз, мы узнаем сол, но при этом у них есть всегда такой оригинальная подача и вот голос. А я хочу спросить вот что, Пиракуа, за эти 11-16, 17 лет обучения, достранствования, погружения в духовные практики, всё ли принимало сердце легко? То есть совсем ли было сразу согласие или было что-то, что не давалось сразу осознать? Нет. Нет, это был очень непростой период в моей жизни, естественно. Я думаю, что как минимум два года у меня ушло на то, чтобы просто распрощаться с моей предыдущей самоидентификацией, как-то отпустить моё эго. Я уходила в лес, вот в высокогорный иногда, я там, словно, взывала ко всей природе и говорила, наверное, я ошиблась, это какой-то... Пусть я уеду обратно в свою страну и буду делать то, что я раньше делала. Потом какой-нибудь прилетит орёл ко мне и посмотрит мне в глаза. Или да, да, или какой-нибудь большой лось там пройдёт рядом. Природа говорила, успокойся, всё нормально, у тебя хороший идёт процесс, расслабься, да. Ну, и момент, когда почувствовала прикол, что нужно уже отправиться по миру путешествовать, то есть оставить уже процесс этот обучения, в какой момент он наступил? Она говорит, пока я уже там была, этот момент неизбежно пришёл ко мне, поскольку запрос на то, что я делаю, был ещё большим. Ну, примерно где-то года через три-четыре, когда я жила там, я стала ездить сначала вместе с ним в туры, а потом уже... Да, и потом я поехала обратно в Австралию, и я уже выступала на крупных фестивалях такой разнообразной музыки, фьюжн-фестивалях. А потом мы стали ездить в Европу и в Англию вместе с шаманом проводить церемонии для англичан и для европейцев. В общем, на нас был очень большой запрос на то, что мы делаем. Всегда было очень много людей на таких мероприятиях. Ну, и сейчас количество людей только увеличивается. Сейчас, да, но бесспорно растёт, но поменялась, поменялись вообще и жанровая подача, и всё. То есть сейчас она стала такой как бы смесью боли. И тогда это прям была классика коренных индейцев, то сейчас такой фьюжн необычный. Мастер-классы, которые проводит Перу Куа, они, конечно, в основном касаются женщин, наверное, только женщин. Это раскрытие внутреннего мира. Я знаю, что уже неоднократно Перу Куа об этом рассказывала во многих интервью, на различных эфирах. Но, конечно, я бы хотела попросить рассказать и для наших зрителей и слушателей, что же такое вокальная йога и вообще женственность для женщин. А, она говорит, вместе? Не просто, я просто, хорошо, разделю. Я их тогда как-то так в голове снаю. Она говорит, для женщин, для нас самое важное, нам нужно опустить своё внимание из ума, из мира логики, из мужского. Потому что женская природа, она очень чувственная, для нас очень важно прикосновение, для нас очень важно мир чувств, наполненный любовью. Для женщин вообще любовь, это, наверное, самое главное, что есть в жизни. Это как вот, я думаю, что, если вы хотите увидеть женщину в полноте и женственности, это вот первые месяцы после родов, да, то есть вот тогда женщина, она несёт этот заряд. А зачастую он немножко размывается в этом мире, в мире динамичном, в мире мужских энергий. А вокальная йога — это практика, которая позволяет раскрыть свой голос, раскрыть дыхание, раскрыть чувственную природу тела и вернуть корни себе, вернуть свою силу себе через основные энергетические центры, через связь с землёй. А для женщины это, прежде всего, ещё и матка, да, и связь матки с сердцем, чтобы наше дыхание стало глубоким, чтобы наша сила пробудилась. И когда мы звучим, и когда мы используем голос, наше тело, оно вибрирует на очень таких здоровых вибрациях. Мы чувствуем, что мы счастливы, что всё в жизни хорошо, что чувственность наполняет нас. Это как такое, знаешь, как эйфорическое состояние мы приходим. Продолжается программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. Друзья, у нас сегодня блистательная певица, потрясающая гость, основательница методики вокальной йоги, перкуа. И Драгослав сегодня переводит, помогает нам супруг. Певица завтра, 15 ноября, в Крокус-сети холл состоится концерт перкуа с симфоническим оркестром, масса сюрпризов уже обещана. «Вдыхая любовь» называется концерт. Не пропустите, пожалуйста, если есть возможность, позаботьтесь уже сейчас. Зайдите на сайт Крокус-сети, билеты. На сайте наверняка есть, да, правильно, Драгослава? На сайте Крокус-сети холл, да, осталось там немного билетов. Мы стали говорить о вокальной йоге, о том, что это даёт женщине, о том, как раскрывает. И я... Если это возможно, показать какие-то пару упражнений и для зрителей, и для слушательниц наших. Она говорит, ну, давайте что-нибудь такое из простого, не будем словить. Самое простое, чтобы просто почувствовали наше тело немного, да. Вибрация ом. Да, это конечно, звук ом, может быть. Звук ом, может быть. Вот теперь я понимаю, что действительно, почему называют Пиракуа голоса Матери-Земле. В этом есть, правда, глубины такие невероятные. Вы переводите, Драгослава. Этот звук ом, его нужно каким образом воспроизводить? Ну, чтобы понять людям, у которых нет личного сейчас тренера, да, где должно резонировать, что должно происходить. Она говорит, на самом деле, там есть как бы три звука. А, О и М. И, естественно, наша история в том, чтобы три наших основных центра энергетических, это низ живота, а область солнечного сплетения и центр мозга, они все завибрировали. И дальше в вокальной юге есть еще семь сакральных звуков, которые... Вот так они звучат. Сарегама пада ниса. Есть такое реалити-шоу российское, я не буду там говорить, какой, видимо, другой канал. Вот она недавно всех участников этого проекта, музыкальные, музыкальные реалити, она их учила, собственно, всем этим вещам. И некоторые из ребят реально, как бы, они... Вот они почувствовали, в чем фишка, как бы, этой практики. Они очень взбодрились, и всех очень хотят попасть тоже завтра в курокусный концерт, не знаю, отпустят их или нет. Но в этой же практике Пиракуа каждый раз рассказывает, что здесь... Это, что молодые ребята, молодые ребята, им там по 20 лет. И мальчики тоже, не только девочки. Мальчики-девочки, да, не, мальчики-девочки, это реалити-музык. Но ведь Пиракуа часто рассказывает, что в женской вокальной йоге обязательно присутствует и матка, в том числе, и, в общем, весь наш низ. Да, конечно. Та практика, которая у меня вот на CD, она рассчитана именно на женщин. Потому что женское тело, это такой, как канал звука. И не даром в славянских практиках, да и в других, люди все время пели. То есть мужчине никогда не угнаться за нами. Нет, у него просто по-другому работает. За вами никогда нам не угнаться, мы даже пробовать не будем. И она говорит, да, действительно, в женском теле раскрывается весь канал. От промежности он идет через тело, через матку, через сердце, через горло и через рот. И когда у женщины этот канал открыт, он становится мягким, мы себя чувствуем очень чувственными. Наше тело очень мягкое, оно такое... Оно прям такое ощущение присутствия. Да, это я, вот она так его характеризует. Ну, даже рядом, находясь с Перекуа, уже это вот ощущение, оно постигает тебя постепенно. Это здорово, да. У нас буквально вот сейчас, через полторы минуточки, в эфире появится клип и песня «Русская душа». Я очень хочу попросить Перекуа рассказать, как появилось, почему это. Она говорит, я очень хотела написать песню «Признание в любви русской души», поскольку она такая глубокая, щедрая, обильная, широкая. Я думаю, что женщины, это как раз русские женщины, это ключ, который позволит России вернуться к настоящей своей силе, красоте. И тогда вот их любовь наполнит их мужчин, и мужская любовь вернется к ним в бумеранг. Ну, очень искренние там слова о том, что «Русская душа». Но ведь такая любовь наверняка во многом благодаря любви к Драгославу, мне кажется, возникла. Она говорит, с одной стороны, да, с другой стороны, я видела всю страну, от Дальнего Востока до западных границ. И я вижу, как русские недооценивают себя, они не верят в то, что у вас прекрасная страна. Вы не верите в то, что вы прекрасные люди. И я хочу как-то напомнить им, потому что, на самом деле, те ценности, которые вы несете, они очень важны и для вас, и для мира. И то, что здесь есть, оно не менее ценно, чем какие-то сумочки с какими-то логотипами, которые везут из Италии. Ой, да, какая-то миссия очень важная для себя. Это маленький кусочек кожи с какой-то бляшечкой, он не стоит тех бескрайних красот, которые есть здесь. Друзья, ровно через три секунды клип в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 конечно, очень важные, наверное, и для нас, для россиян, и вообще для людей. Есть такие строчки «Мужчина, люби свою женщину», поёт Пиракуа. Я хочу спросить, Пиракуа, насколько важно в нашей жизни наличие рядом партнёра? И вообще, это необходимость в этом? Она говорит, я думаю, что когда есть у вас в жизни мужчина или женщина, в зависимости от ваш партнёра, это делает вашу жизнь очень насыщенной и богатой. Если человек, с которым вы находитесь вместе в отношениях, это человек, с которым у вас есть любовь, если у вас есть совместное движение, если у вас принятие друг друга целостное. И очень важно, если вы можете поддерживать любовь очень живой, очень-очень живой. Это, конечно же, такая большая, прям как серьёзная роспись на каком-то важном документе, я не имею в виду, что в ЗАГСе, да, она говорит, что вы вместе берёте обязательство оценить ту любовь, которая пришла в вашу жизнь. А если её по каким-то причинам пока нет? Вот это... Она говорит, я думаю, что тогда самое важное, если вы одни, тогда очень важно, чтобы найти эту любовь сначала внутри себя, и уже из наполненного состояния любовью двигаться во внешний мир, и тогда он обязательно отразится вам любовью и партнёру. Она говорит, это не важно, вы с партнёром или нет, очень важно в любом случае найти любовь внутри себя. Очень важно найти себя как источником. И в завтрашнюю концертную программу, которая будет в Крокусе, у меня есть песни, которые прям такие, как ключи к этому состоянию именно наполненности внутри себя любовью. Не поиски любви где-то вовне, как будто это клад, понимаешь, а к раскрытию этого клада внутри себя, и тогда весь мир сначала расцветёт, и определённый партнёр вашей жизни появится. Что касается вашего знакомства, есть интервью, в котором Пиракуа рассказала о том, что она попросила вселенную. Пошли мне мужчину, с которым я смогу просто жить. Я хочу женского счастья. И это счастье пришло. И познакомились вы в Индии. Всё верно, да? Хочу узнать, так ли это? Да, неправильно. Мы не пришли, ты сынга сонг. Потому что тогда мы... Прежде чем я встретила своего мужа, я написала песню такую, называется «Где мой любимый?» «Когда же придёт мой любимый?» «Когда придёт мой любимый?» «О, когда придёт мой любимый?» И я исполнила её на таком небольшом квартирничке, и я не знала, что он на этом квартирничке был. Я до этого ещё как бы так правильно, ну, по-настоящему себе не встретилась. Но он услышал определённые песни и слова этой песни. И когда мы встретились, поэтому это было словно судьба свела нас. Вы прям вот в первые секунды почувствовали что-то? Нет, не так. Не так было. Мы поужинали, и потом он мне всю ночь слился. И всё будущее, какое нас ждёт с ним, вот она мне всё снилась. «Одна ночь на это у меня ушла». А он... А я ему снилась там, где он спал. Он меня снил, а я его снила. Дорогослав, ну, я очень хочу попросить и вас тоже поделиться тогда о своих ощущениях. Вот вы увидели эту прекрасную, потрясающую, невероятную женщину. Да, бесспорно. Ушло, наверное, какое-то время на то, чтобы просто понять, что этот человек не вообще хороший, а это твой человек. И поскольку мы были в очень таком интенсивном пространстве, на это осознание не было ни времени, ничего. А когда судьба вот свела нас вместе, мы пришли на такую танцевальную, как бы на танцевальную такую вечер, куда обычно приходит там по 200 человек. А в этот вечер пришло 6 человек всего. Она, её дочь, организатор, один молодой человек, который потом стал молодым человеком организатора, и я. Там было из 200 человек, потому что всё было чётко, никакого вообще порожняка. Всех мух от котлет отделили там очень жёстко. И мы пошли поужинали, и потом всё как-то так вот стало безальтернативно. Поэтому через месяц примерно я сделал ей предложение. Причём месяц мы были не вместе. Мы прилетели потом в одно место, я пригласил. Сказала, дорогая, как на день 100 Валентина, я у тебя билет, и всё оплачу, ты только прилетай. Вот куда-то туда, на Бали. И мы там с ней встретились, и уже через неделю стало ясно. А потом мы оказались в Москве проездом перед её концертом. Мы подали документы в 4-й ЗАГС. Это единственный ЗАГС Москвы, который расписывает иностранцев. Да-да-да. И на машину и на поезд в Петербург, где у неё был концерт. Это очень красивая история и такая показательная. Мне ещё не нравится, что Перекуа говорит о том, что просто нужно ждать, да, и всё случится в нужное время. Ну да, и любить, и любовь внутри пробуждать. И мой муж, он переводит меня, видишь, не только сегодня, но он и на концерте завтра меня будет переводить. Отлично. Я очень хочу попросить Перекуа исполнить нам что-нибудь, и что это будет. Вот, решили. «Будь собой». Песня называется «Будь собой». Она написала её своей дочерью, но мне кажется, она для всех одинаково хороша. Потрясающе. Тогда просим Перекуа пройти, друзья. У нас такая небольшая, как всегда, импровизированная сцена здесь. И сейчас мы с вами услышим потрясающую композицию «Будь собой». Так, Перекуа. Впервые в студии телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Будь собой». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сc Для своего пути жизненного дальнейшего. Она уже лет пять пишет, она хочет быть профессиональной писательницей, она пишет уже сейчас лучше, чем взрослые писатели, однозначно. Я думаю, что ее любимый жанр — это такой мистический любовь на истории, хотя она пишет в нескольких жанрах. А что касается вокальной йоги, владеет ли она ее? Она делала, когда она была помоложе, но когда она ходила со мной на все занятия в Индии, она летала со мной в Индию, и она жила в Индии какое-то время со мной. А сейчас она такой как подросток, да, естественно, говорит, мама, пение это твое, у меня есть свой бизнес, я писательница, и ты пой, а я буду писать. Но у нее есть, конечно же, голос очень сильный, поэтому она любит притворяться, что она — это я, и всячески подражать. И она говорит, если тебе надоест как бы петь, давай, я за тебя там пойду попою, я уже весь твой репертуар знаю, поэтому не вопрос. Самый главный материнский совет дочери, который вот Перукоа может дать? Для меня самое важное, что могут родители делать для своих детей, это напоминать постоянно и стоять за то, чтобы дети были собой. Очень важно показывать детям, когда они не ведут себя из своей природы, когда они не свои, как мы говорим, да, сам не свой, или сама не своя, да, то есть, но у этого есть причины, когда мы выходим в эмоциональное состояние, возвращать людей к состоянию их, естественно, природы. Я никогда не разговаривала со своей дочкой, со своим ребёнком, как будто она ниже меня, да, то есть я общалась всегда с ней как с равным, как с равной. Для меня было очень важно, чтобы она ценила своё мнение, ну, и не то, что просто перечила мне, потому что оно есть, а чтобы она просто ценила то мнение, которое обосновано, и жила из этого мнения. И что очень важно учить детей, то, чтобы они узнали, что у них есть монстр, такой монстр-хотелка, когда они приходят в какой-то там торговый центр, и у них начинают сносить крышу, чтобы они просто понимали, что это не их желание, это желание других людей, направленные на них. Купи, 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 купи. Это неестественное состояние для человека. И дети, они особенно подвержены этому. Поэтому мне очень важно было, чтобы у неё было очень чётко развитое состояние. О, это моё желание, а это желание не по такому. И поэтому я её сразу предупреждала, когда она была маленькой девочкой, сейчас у тебя начнётся такой монстр-хотелка, а ты, пожалуйста, просто, ну, следи за ним, да. То есть я понимаю, что ты всё равно будешь так себя вести, и просто ты отследишь, что вот сейчас с тобой это случится. Я хочу, я хочу, я хочу. Она говорит, не то, что она всё время это умеет контролировать, но, по крайней мере, она знает причину того, что с ней происходит. Конечно, обращает на это внимание, да, сразу осознанно. Она обращает внимание, она сама знает, что с ней происходит. Способность там всё контролировать, это второе. Но, по крайней мере, узнавать то, что происходит с тобой, это очень важное начало. Спасибо. Драгослав, я хочу вот что спросить. Я так понимаю, что ваше нахождение в Индии в своё время, оно тоже было не случайным. не случайно. Да, они просто же отдыхали, загорали и праздно проводили свою жизнь. Честно сказать, что вы в общем, только вот с Перекуа где-то я нашла у вас информацию, что в общем тоже делитесь какими-то мудростями, там, духовными вещами. А вы конкретно чем еще занимаетесь? Сейчас? Духовные практики, да. Ну, помимо того, что сопровождаете Перекуа, помогаете, конечно, вместе. Да, по-моему, это основная вообще духовная практика мужчины. Я думаю, что в жизни... О, как красиво! Ну, это правда. Я думаю, что мужчины на Земле, они рождены, чтобы поддерживать женщин. Вообще, это наша основная как бы миссия здесь, на планете. Вот. Любить женщин, да, стоит как бы любить их целостно и поддерживать их. И вообще в жизни мужчины есть, наверное, только один выбор, по большому счету. Правильный выбор женщины. Нет, это само собой, конечно. Я имею в виду, что как мужчина у него есть только один выбор. Это победа или любовь. И все, что есть в окружающем мире, направленный на мужчин, оно говорит о том, что ты должен выбрать победу. Это что значит? У тебя больше всех денег, у тебя длиннее машина, у тебя больше дачи, у тебя больше чего-либо того, да? То есть, это некий элемент конкуренции и подавления. А любовь, это наоборот. Это элемент поддержки, сопереживания и... В отношении других мужчин это скорее то, что мы называем словом братства, да? Когда ты не конкурируешь с другими мужчинами, ты принимаешь их поддержку и ты делишься с ними тем, чем ты можешь с ними поделиться. А в отношении женщины или женщин, то есть, не обязательно... Ну, ты любишь свою женщину как женщину, но при этом ты любишь других женщин, как не знаю, как ее сестер, да? То есть, ты не должен там с ними спать или что-то такое. Ты просто понимаешь, что каждый из них проживает непростой путь в том мире, в котором мы живем. Мир к женщинам неблагодушен, неблагосклонен, да? И, соответственно, чем можем, мы всегда помогаем женщинам, которые нас окружают. И я считаю, что в этом, наверное, наша миссия вообще, ну, поддерживать людей. Помощи ты такой, знаешь, у меня больше, у тебя меньше. А вот поддерживать людей, потому что я могу это, а ты можешь это. И развивайся в том, что ты можешь. Для меня, я считаю, что, вы знаешь, как жизнь ради себя любимого, это как-то очень скучно. Это интересно, наверное, пока тебе лет семь, да? Там игрушка, это моя игрушка, это твоя игрушка. Ну, как-то чуть повзрослеешь, ты понимаешь, что, ну, если мотивировать этим, то жизнь становится вульгарно и скучно. Очень красивые слова. Продай, продай Порш, вот, помоги десяти женщинам. Друзья, подумайте, у вас сейчас будет время над этим предложением. Друзья, у нас в гостях сегодня Перекуа. Потрясающая певица, артистка, невероятная, уникальная это. Искренне, абсолютно мое мнение. И, конечно, неустанно приглашаю всех и каждого 15 ноября, а это уже завтра в Крокус Сити Холл, на концерт с симфоническим оркестром, вдыхая любовь. Приходите со всеми близкими, друзьями, помимо потрясающего концерта. Я знаю, что там можно будет приобрести очень много дисков, да, каких-то материалов таких, которые украсят, богатят вас. Ну, сейчас мы очень просим Перекуа, никуда не отпустим ее, конечно, но пока она не исполнит нам песню Перекуа. Что это будет? расскажи, пожалуйста. Я спою песню, которая называется Горда, быть женщиной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok